В отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск Национальной Гвардии Российской Федерации прошла встреча православных священнослужителей, духовно окормляющих росгвардейцев с военнослужащими и сотрудниками ведомства. Мероприятие такого масштаба стало первым с момента подписания соглашения о сотрудничестве между Росгвардией и Русской Церковью в марте этого года. На протяжении двух дней участники военно-патриотических сборов духовенства Русской Церкви обменивались опытом и обсуждали вопросы взаимодействия с войсками правопорядка и командирами подразделений, выполняющими задачи в том числе и в зоне специальной военной операции. Примите искренние слова благодарности за Ваши труды по духовному окормлению Ильича Слава Государственной Гвардии Российской Федерации. Благодаря неустанной заботе предстоятеля Русской Православной Церкви, святейшего патриарха Московской Веселиси Кирилла, всего православного духовенства, военнослужащих и сотрудников полиции Русской Гвардии крепнет тревогность духа, готовность сражаться за веру Христову и русским миром, вера в нашу неминулую победу. Основная задача военного духовенства – спасение людей, ведь в условиях боевых действий и связанных с риском для жизни надо не просто выжить, а остаться человеком. Священнослужители поддерживают бойцов молитвой и добрым словом, духовным советом и отеческим наседанием в противостоянии с сомнением и искушением. Эффект от их работы, конечно же, я скажу, колоссальнейший. И даже не побоюсь того сказать, что во многом победа наших воинов зависит как раз от духовного состояния, а духовное состояние зависит как раз от бойцов. Поэтому даже противник это признает, что все больше и больше у нас воинов, верующих в Бога, а этих воинов не сломить, они не до конца идут. Некоторые священнослужители совершили уже более пяти выездов в боевые порядки росгвардейцев. Вот эти наши духовные беседы, одна из главных составляющих, является нашего служения здесь на фронте. Вообще стяг со спасом на красном фоне является боевым знаменем православных воинств и был благословлен еще преподобным Сергием Раджиевским. Военные священники отмечают высокий боевой дух и дисциплину солдат и офицеров. Их по-настоящему христианское милосердие к пленным врагам и мирным жителям освобожденных территорий. А прошедшие сборы для пастырей – неоценимая помощь в работе. Конечно, мы надеемся, что это только начало, и эти сборы станут ежегодными и регулярными. Взаимоотношения в группировках, построение работы военного духовенства, ну, можно сказать, четко, как в армии, все есть. И графики составляются, и священнослужители не просто приезжают в командировку, чтобы отбыли и все, а именно проводят очень плодотворную, активную работу. В рамках сбора представители церкви посетили главный храм Росгвардии, где совершили молебен и почтили память погибших воинов правопорядка. На территории храма для духовенства была организована лекция о неоязычестве и корнях украинского национализма. Участники сборов высоко оценили их организацию. В планах проводить подобные мероприятия по всей России для постоянного обучения и передачи опыта. Проводятся сборы для священников, которые окормляют войска национальной гвардии в близлежащих к Москве регионах. В дальнейшем эти сборы будут проводиться по всей России, именно с тем, чтобы больше священнослужителей вовлекались в эту работу, и больше священников могли более компетентно работать с войсками национальной гвардии. В рамках мероприятия росгвардейцы, имеющие боевой опыт, провели для священнослужителей занятия по тактической медицине. Кинологи ведомства, выполнявшие задачи в ходе СВО, продемонстрировали работу служебных собак по задержанию преступников и поиску взрывоопасных предметов. Патрульно-розыскные собаки могут вести борьбу с двумя нарушителями после задержания первого по команде специалиста. Задержание.